Я хотел выйти в клетку с Хабибом, затем моя вторая мысль, насколько я буду опустошен его завершением карьеры, потому что я понимал, что он сейчас заявит о ее завершении, а затем меня посетило чувство восхищения, восхищение от него и от его работы, и также сочувствие к нему, потому что мы видели, что происходило после его победы над Джастином Гейджем, он начал рыдать. Бесконтрольно рыдать из-за потери отца. Он потерял не только отца, но и своего лучшего друга, своего тренера, героя. Он потерял все, когда его отец умер. Можно было почувствовать эту ауру на арене. Ее можно было ощутить, ощутить давление, которое было снято с Хабиба той ночью. Ощутить то давление, которое вылилось из клетки, как будто мы испытали то же, что и он. Это было очень интересное ощущение. Этот парень нес бремя, находясь в ожидании последние несколько месяцев, и затем высвободил все. И это было круто увидеть, поскольку есть моменты в спорте, которые выходят за рамки одних лишь побед и поражений. И это лишний раз показывает нам, что все мы просто люди, которые создают свой микрокосмос конкуренции. И неважно, Бог это или, как в его случае, Аллах, или это просто Вселенная, которая отправила нас на эту землю, чтобы делать нечто великое. И то, чего Хабиб достиг той ночью, то, как он передал свою смену остальным из нас из топ-10 легковесов UFC, как закончил карьеру, как зацементировал свое наследие, он, вне всяких сомнений, является величайшим легковесом всех времен, благодаря тому, чего он достиг и как он это сделал. Едва ли в боях он хотя бы раз выглядел, как боец, которого можно одолеть. Едва ли он выглядел, как боец, которого можно нокаутировать, засадмитить, поймать, остановить его тейкдауны, остановить его грэпплинг. Возможно, он выглядел настолько неудержимым и непобедимым, насколько это вообще возможно в октагоне UFC. А в памяти он останется, как парень, который преодолел непреодолимые трудности, череду травм, тяжелые сгонки веса, потерю отца. И это действительно напоминает нам, когда вы ведете целую страну, целую сторону света, целую религию за собой и бьетесь за них, то тогда вы можете добиться великих вещей. Тогда вы можете добиться практически сверхъестественных вещей. И то, чего добился Хабиб Нурмагомедов за последние 12 лет своей работы, сделав 29-0, это не что иное, как чудо. И для меня определенно было честью увидеть, как он завершает карьеру в тот вечер.